но меня восхитило то что он находясь там да уже смирился с тем что он закрыт шансов нет выйти с нашей проржавевший властью по-другому не назовешь и будучи там он размышляет о том что он будет делать когда он выйдет все-таки этот беспредел когда-то закончится и чем он будет заниматься решил заниматься медицинской еще и с детьми дцп с которыми практически ну вообще никто не занимается деткам которым реально нужна помощь и у него такие планы огромные планы это достойно такого восхищения наш губернатор просто мощь и силой таких людей я считаю бояться прошли и только их удерживают силой только потому что они морально душевно духом сильные люди с которыми борются только закрытыми решетками по-другому не так они ничего не могут сделать по-другому только закрывая сильных людей скажите как вы отнеслись с новости что у навального признали террористом экстриме мы теперь понимаем что террористом у нас являются не те как они крутые парни на самом деле не пикипо талибов не те люди которые приезжают и здесь захватывают наших людей заложники и расстреливают непонятные люди которые исчезают бесследно а те которые действительно значит террористы нас теперь те которые открывают правду мы понимаем в этом что каждый из нас теперь может просто после сегодняшнего интервью стать террористом и это очень страшно в нашей стране становится что мы теперь должны думать над каждым словом над каждым шагом потому что в какой-то мере мы тоже были с алексеем навальным свое время душой пока он был на свободе мы его поддерживали и поэтому сейчас каждый из нас кто выходил в том году 31 кузов 23 23 января на площадь ленина каждый может стать террористом который вышел бы на вами